Глава региона вместе с представителями правоохранительных органов вернулся с Сожского месторождения, где произошла утечка нефтесодержащей жидкости. Он на месте проконтролировал ход работ по устранению последствий экологического инцидента. Путь к месту происшествия частично пролегает вдоль колвы, поэтому еще в полете экологи, природозащитники и представители общественности занимают наблюдательные посты. На борту вертолета сегодня первые лица региона. Губернатор Юрий Бездудный, спикер окружного парламента Александр Лутовинов, прокурор НАО и начальник полиции. На месте происшествия идет бесперебойная работа по ликвидации последствий разгрометизации дюкера. Люди в белых защитных костюмах рассредоточились практически по всей площади разлива, а это 12 700 квадратных метров. На вторые сутки после обнаружения разлива на месте происшествия увеличили количество техники. Теперь здесь работает 4 единицы тяжелого транспорта. Также их увеличили и количество ликвидаторов. Теперь это 62 человека. На Колве выставлены боновые заграждения. Накануне вечером на место разлива доставили емкости для сбора отходов. Уже сегодня ликвидаторы начали собирать из реки Сорбент. Сегодня все это собирается, будет утилизироваться. Идется зачистка территории. Ожидаем прибытия еще двух единиц техники – это экскаваторы и бульдозеры – для ускорения работ по ликвидации последствий. Напомню, разлив нефтесодержащей жидкости в 8 километрах Атошского месторождения обнаружили 11 мая. В результате разгерметизации дюкера нефтепродукты через защитный кожух попали на землю в 200 метрах от берега Колвы и стекли в реку. В течение шести часов после обнаружения разлив был локализован, нефтепровод перекрыт. В ходе осмотра места происшествия представители власти проинспектировали ход работ по ликвидации последствий. Мы будем очень жестко контролировать недропользователя. На ум приходят цитаты из послания президента, когда он сказал, что получил прибыль от природы – убери за собой. Мы будем жестко требовать, чтобы здесь был наведен порядок, а дальше уже прокуратура, следственные органы будут определять, кто виновен и какой ущерб нанесен природе. Пробы грунта и почвы были отобраны накануне, когда к месту происшествия вылетали представители природоохранных структур и следователи. Материалы для проверки доставлены в лабораторию Центра природопользования и охраны окружающей среды. Результаты будут готовы в течение двух дней. Сейчас уточняется объём нефти, попавшей в грунт и реку. Проводится работа по установлению периода разлива нефтесодержащей жидкости до момента его обнаружения. На место происшествия был организован вылет следственно-оперативной группы, были выполнены первоначальные следственные действия, отобраны пробы воды и почвы. Межрайонным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ленинскому автономному округу возбуждено уголовное дело по статье 246 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ход расследования уголовного дела поставлен на прокуратуру на особый контроль. Возможное наказание по статье 246 Уголовного кодекса «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ» от штрафа в 120 тысяч рублей до 5 лет лишения свободы. Оно будет зависеть от степени нанесённого ущерба. Кроме того, компания-недропользователь обязана рекультивировать землю на месте происшествия, а также вернуть состояние природы в исходное. Также будут инициированы штрафы и компенсирующие мероприятия за вред водным биоресурсам и лесному фонду. Алина Волчейская, Алексей Орлов, Телеканал Север.